Шахта имени Костенко Расположена в самом центре промышленного участка Карагандинского угольного бассейна Здесь в середине 19 века были заложены Первые угольные копии, добытые первые тонны угля Неподалеку англичане в начале 20 века Построили две шахты Джимми и Герберт В послевоенные годы здесь добывали уголь Десятки небольших шахт Здесь, в старом городе, был эпицентр угольной Караганды 30-х и 40-х годов Свидетелем тому являются стены полуразвалившегося Довольно крупного здания Каздромтеатра Первого очага культуры города и области Рядом, по соседству шахты имени Костенко Был огромный городской базар Куда в воскресные дни стекались толпы тысячи людей А вокруг множество шахтенок И около каждой из них рабочие поселки Из приземленных домиков, бараков, полуземлянок Потом и те исчезли в небытии Остались лишь крупные шахты Имени 50-летия Октябрьской революции Карагандинская и Стахановская Но и эти шахты не выдержали марафонского бега времени И сошли с дистанции Сегодня на территории города Караганды Остались несколько отдаленных одна от другой шахт Имени Горбачева, Кировская и имени Байжанова Эти шахты тяжелобольные Выдают на гора угля крайне мало Нуждаются в глубокой модернизации На всю угольную Караганду Осталась одна полноценная мощная шахта Имени Костенко Она выдержала все испытания Все сквозняки и ветры истории Она упорно продолжает свое поступательное движение вперед Прогрессу, удивляя мир своими достижениями Вы, наверное, слышали о том, что в Караганде В центральной части города есть улица имени Ивана Кимовича Костенко В старом городе, это центральная часть Бывшего, сейчас уже называют старый город Работает шахтами Костенко 8 мая этого года шахте Костенко исполнилось 75 лет Иван Кимович Костенко, это был простой солдат С Украины, Чистякова Был направлен решением партии сюда, в Караганду Для того, чтобы осваивать угольные месторождения Которые носили геологи 18 мая 1934 года Он, первоуправляющийся трестом Карагандауголь Выступая на митинге Открыл две шахты Две шахты-гиганты А и Б Затем трагическая гибель его В июле, это уже год 1934 В честь этого замечательного организатора производства Первоуправляющегося трестом Карагандауголь Шахта А была названа шахтой имени Ивана Кимовича Костенко В 1942 году Решением наркома Вахрушева Это нарком был промышленности СССР Шахта Костенко, недостроенная Была знаменитая, потому что шла война И в этих тяжелых условиях Шахтеры, в основном там работали женщины Потому что мужчины еще на фронт Выдавали уголь на гора Этот уголь шел на завод Пархоменка Который был перебазирован с Луганска Там на этом заводе изготавливали мины, миноветы Ракетные установки для зенитных установок Для катюш, это корпуса изготавливали Угольная сценка шел на заводы Урала Где готовили танки, которые дошли до Берлина За эти годы, за 4 года войны От 1942 до 1945 года Шахте было выдано 418 тысяч тонн гуля Конечно, по сравнению с нынешними темпами Это было, ну, вроде, так сказать Если шахта, предположим, Костенко И сейчас имеет план 1,5 миллиона в год То представляете, сколько за 4 года Но это был труд, ручную преимущественно После войны немножко приезжая на слабо И в 1946-1952 год Шахта была передана для того, чтобы дальше Ее достроить, потому что шахта была достроена В 1952 году была сдана в первую очередь шахта С мощностью 750 тысяч тонн гуля в год Вот на этой шахте я отработал 30 тысяч лет Я пришел на шахту в 1979 году И вот в 2010 году ушел на пенсию И сейчас все равно являюсь ветераном этой шахты Год за годом шахта наращивала темпы добычи И самая максимальная добыча Вот запрещен в истории шахты В 1984 году шахта была выдана на гора за год 3 миллиона 942 тысячи Почти 4 миллиона Это огромная добыча В 1970 году Это вот я называю звездные годы Шахта Костенко коллектив Приступил с инициативой добывать С каждой лавой 1000 тонн в сутки Этот почин был подхвачен всеми шахтарами СССР Следующий почин был за 500 тонн нагрузку смену Затем с этим почином выступила бригада Арнольда Реннера Сейчас номер 3 Руфа Олега Ерховича Вообще вот интересно, да Вот Адольф Реннер Заменитый бригадир нашего добычного участка Сильнейший участок номер добычного Он военнопленный был Здесь в Караганде много было военнопленных И немцев, и японцев И этот военнопленный с немецкой хваткой Работал на шахте Костенко Работал замечательно Его потом назначили бригадиром И вот он женился здесь на русской Остался здесь И его почин Следующий почин вот Реннера За 1 миллион тонн угля одним участком Был подхвачен всеми в стране, в СССР И в 83-м году уже Вот я помню хорошо эти годы Добычные участки Литвинова, Федоренко, Руфа Добывали миллион тонн угля из одной лавы Шахта была передовой в технологии и в технике В сеть, ту технику, которая выпускалась Промышленностью всего мира Всего мира Передавалась на шахту, оказывается Потому что директор шахт Николай Сергей Гурницкий Это был из тех новаторов производства Который действительно стремился дать больше угля С минимальными потерями и наивысшей производительностью Из-за освоения вот этой техники В механизированных комплексах польских пиом и глиник Шахта была награждена Польским большим орденом, золотым знаком Польско-народной республики За 75 лет шахты Вот отмечалось на торжественном собрании Которое прошло 12 мая Нашим директором угольного департамента Ромашиным Шахта Костынка была добыта 150 миллионов Если взять вот бассейн Таких цифр нет Но где-то полтора миллиарда было выдано С начала освоения вот за 90 лет угольного бассейна Считают, что каждая десятая тонна угля Была выдана Костынковцами Это значительный и такой весомый вклад Костынков и в победу, и в послевоенные годы становления На шахте выросло три Герои социалистического труда Родина ценила заслуги Жигсиитов Драхманова Жакена Урстенова и Николая Сергеевича Гульницкая Высоким званием Герои социалистического труда Лауреатами государственной премии СССР стали Машинисты угольнокомбайна Кенес Сайдбаев и Алтавир Жанайдаров Это очень высокие награды, которые существовали в СССР и в угольной отрасли Начальники участков прославлены Это Шагаров, Чекунаев, Алиев, Афанасьев, Прешаков, Презенг, Руф, Турикович, Литвинов, Шмаков, Усанов, Мустивка, Бирюков, Лозовик, Еремин Начальники тех комплексов были Моисеев, Долинный, бригадиры знаменитые наши это Рейнер, Корчевный, Доряденок, Наумов, Максим, Торшков, Чуркин Бригадиры проходчиков Маганов, Мустивка, Мазур, Тимкиев, Никитин, Сорокин, Кошлюков Это те бригадиры, которые были известны только в нашем бассейне карагандистском Они были известны во всей отрасли, были известны во всем Советском Союзе За доблестный труд 11 горняков были награждены высшим наградой орденом Ленина 244 горняка нашей шахты были награждены орденами СССР Это орден Октябрьской революции, орден Тунового Красного Знамени, орден Знак Почет и так далее Я хочу остановиться отдельно на своем учителе, на учителе всех косынковцев На нашем талантливом горном инженере Николая Сергеевича Гульничского 26 лет он руководил шахтой Ронтовик, прошедшую школу, прошедшую, так сказать, все трудности шахтерской жизни Он организовал шахту современную, которая сегодня работает, хотя исполнил 75 лет Добыча угля при нем, при Николая Сергеевича Гульничского возросла с 914 тысяч в год до 3 миллионов 95 тысяч в год Четыре раза, понимаете? В 1972 году Николай Сергеевич был присвоен званием благославственной премии СССР А в 1979 году ему было присвоено высокое звание Героя Сосвященского труда Вот все, кто работал на шахте, все благодарны ему, потому что мы получили большую школу Много фронтовиков пришло к нам Я помню, что по данным наших отделов кадров, в 45-м году, в 46-м было 300 ветеранов фронтовиков, которые пришли на шахту Я с многими из ними работал Они уже были в возрасте, когда я пришел в 70-м году на шахте Но это были люди высокой дисциплины, организованности и самоотверженной отдачи Они воевали, зубами вцепившись в окопы, там побеждали немцев И также вот зубами вцепившись в большие институты, в техникумы Осваивали рабочие профессии, стали крупнейшими руководителями участков подразделений шахты Я хочу назвать некоторые из них, потому что это светлая память И этих людей должна у нас остаться в памяти Это я вот лично был знаком, майор-радионосец Вадим Александрович Иванов Это он сильнейший был руководитель, он был безопасник Один из лучших безопасников шахты Костынка за все эти годы Это Бербинцев Андрей Петрович, мы его называли лихой кавалерист Вот он где-то год назад умер, Андрей Петрович Бербинцев, в вечной памяти Он прошел почти до Берлина Островский Марк Борисович, моряк-подводник Который выучился, кончил политехнически, стал замдиректором шахты Это один из тех, кто работал зав. Ламповой, человек, который был, так сказать, прошел всю войну И он был общественник, он был замсекретарем парткома шахты Костынка В войну комбат, командир батальона, мы считаем, гвардии капитан Жума Сергазин А потом после войны стал директором шахты 86-й И он потом стал вместе с Гунистским работать в одной квадратной шахте 1-го пряжки Вот этот список можно продолжать, продолжать, продолжать Каждый из них действительно показывал образцы Фронтовики заложили основы крепкой, слаженной работы костынковцев Но еще хорошо надо отметить, что вот на смену этим ветеранам Пришли их дети, внуки, даже правнуки Вот того же Бербинца, о котором я сейчас говорил, работал на шахте сын, внуки И сейчас работает в настоящее время правнук Новый этап шахты это был, когда развал Союза Развалились полностью все эти хозяйственные связи Не стало Министерство угольной промышленности, не стало дотации Некуда было сбывать уголь И тогда в 96-м году, я помню хорошо, я замдектом работал в шахте 5 сентября 1996 года на шахту приехал президент нашей страны Вместе с ним приехал в Ахшми Невосмитилат Милевер, который выкупил кормет и 15 шахт Вместе с ним приезжал Нефедов Акимоблес и Григорий Михайлович Президент В это время работавший героином директором нашего Караганда-Угольня И вот хорошо, я вот помню, когда представители всех коллективов было тяжелое положение Действительно в стране надзревал голод и холод, потому что связи потерялись Разбывать уголь некому И в актовом зале, когда выступал наш лидер нации, президент страны Он сказал так Прежде чем принять решение о передаче шахту управления компанией Исперт Интернешнл Я пропустил через свое сердце все возможные варианты Я остановился именно на этом варианте, потому что я понял, что это только вариант Можно спасти угольную промышленность, можно спасти шахтерскую средицу Караганда Я вот скажу честно, что мы уже прошли это, вот когда развал союза Когда действительно меняли уголь, вы поверите, меняли уголь на яйца Новая Кудуевская птицефабрики, меняли уголь на мебель Вот наша мебельная фабрика Караганда Мы отправляли уголь и получали с Магитогорска видеоаппаратуру В общем, надо было выживать, выживать надо было И вот, когда слова такие были президента Ну прямо скажу, я смотрел на людей И какие-то вот были сомнения в глазах и лицах людей Но я вот скажу, что 21 год уже прошел Я скажу, вот стабильно работает Стабильно люди получают заработную плату, которая сейчас выросла Стабильно обеспечиваются шахты всем оборудованием И слова, которые сказаны президентом 5 сентября 96-го Я застряю внимание, 96-го года они оказались пророческими Не зря говорят все караганидцы, что когда смотришь на Костенко, это как оазис Вот оазис, как будто в пустыне Вроде нету старого города, нету домов, нет промышленных предприятий Приезжаешь в старый город, в центр бывшей Караганды И находится шахта, которая живет и процветает Ну, говорят, в таких случаях, дай Аллах, чтобы она процветала Вот я говорил о том, что мы воспитанники Николай Сергеевича Гульнист Так у меня есть, потому что первый Аким области Нефёдор Пётр Петрович, это бывший главный инженер шахты нашей Воспитанник Гульнистского Игорь Михайлович Президент, директором столового департамента До этого Караганда Уголь, директор генеральный Это бывший наш воспитанник от рабочего до директора шахты Это воспитанник шахты Костенко С 93-го по 2004-го года он работал директором шахты Конец Сергеевич Кашап Человек, который вырос от простого крепления, директор шахты Это ему достали самые трудные годы, те, которые я сейчас говорю И вот вспоминаю сейчас эпизод, когда в 98-м году, 23-го ноября К нам присоединили соседнюю шахту Стахановскую Представляете себе, коллектив 4 тысячи План такой застался, около 2 миллионов Это неразумно было, такое количество людей содержать на такую добычу Но Конец Сергеевич сказал так Будем работать по 3-4 дня все Будем понемножку получать каждое, но будем выживать Многие воспитанники нашей шахты стали директорами соседних шахт Тот же Мустифка, тот же Богомолов, тот же Гафуров Стали директорами соседних шахт Вот недавно Андрей Черномас стал директором шахты Абайская А Дымов Денис стал директором шахты Саранской То есть вот в угольном департаменте сейчас работает один руководитель Леонид Михайлович Костогладов, бывший главный директор шахты Костенко То есть вот действительно не просто вот эти красивые слова Но об этом и сам сказал Евгений Викторович Ромашин на торжественном собрании Что действительно шахта Костенко является кузницей кадров Ну что ж, пожелаем, чтобы Костенко отметила достойно 80 лет 85, 90, 95 и 100 Твоя Караганда Субтитры создавал DimaTorzok